МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, бой предстоит серьезный. Вы готовы пройти сегодняшнее испытание? Да. По итогам трех соревновательных дней у нас лидирует Богдан. У него 48 фишек и всего лишь на 2 фишки меньше у Жени 46. Поэтому у тебя, Жень, есть все шансы не только догнать, но и обогнать Богдана. Ну и Богдан, свои позиции не сдавать. Я желаю вам успеха и предлагаю приступить к нашему первому испытанию. Вчера мы, ребята, с вами отгадывали загадки в последнем конкурсе, а сегодня я предлагаю с этого конкурса начать. Отгадывание загадок. Но сегодня задача будет усложнена, поскольку слова-отгадки, ребята, вам необходимо будет писать в кроссворд, который нарисован у каждого из вас на доске. Каждый правильный ответ стоит 3 фишки, плюс еще одна фишка тому, кто разгадает кроссворд. Быстрее. Отправляйтесь к своим стендам, берите в руки маркеры, первое слово-отгадку пишите в строчку под циферкой 1, вторую 2 и так далее. Итак, первая загадка. Ходит, бродит по коврам, водит носом по углам, где прошел, там пыли нет, пыль и ссор его обед. Друг у друга, ребята, не подсматриваем, а иначе буду штрафовать. Сами догадываемся и играем честно. Богдан уже справился, и Женечка справилась. Отойдите, чтобы я прочла, правильно ли вы написание. Какое слово-отгадка? Пылесос. Пылесос. У Жени без ошибок и у Богдана тоже. Ребята, молодцы, молодцы. Богдан чуть-чуть справился быстрее Жени, поэтому 4 фишки Богдану и 3 фишки Жени за правильный ответ. Следующая загадка. У нее одна нога, а на голове рога. Страшный у зверюги вид, притаилась и блестит. Ну а я совсем не трус. Взглядом я в нее вопьюсь и схвачу ее за ногу. Есть хочу, скажу ей строго. Вмиг котлету принесет и засунет прямо в рот. Пишем. О чем речь? Что за такое вот одна нога, рога на голове? Так. Кто первый? Женечка первая. Правильно написала, правильно отгадала и у Богдана без ошибок. Молодцы, ребята. Итак, Жене 4 фишки за правильный и быстрый ответ и 3 фишки Богдану. Итак, слушаем. Следующая загадка. Кстати говоря, последнюю, ребят, последнюю. Голова огнем пылает, тело тает и сгорает. Я полезной быть хочу, лампы нет, я посвечу. Голова огнем пылает. Не смотрим, Женя. Тело тает и сгорает. Лампы нет, я посвечу. Голова огнем пылает. Тело тает и сгорает. Я полезной быть хочу. Лампы нет. Богдан, а что ты написал? Прочитай. Спичка. Ребят, когда нет электричества, что мы можем использовать, чтобы в комнате было светло? Ну, относительно, насколько это возможно. Что можно зажигать? Не подсматриваем и вслух ничего не говорим. Блин. Но не умещается. Потому что ты неправильное слово-отгадку выбрал, Богдан. У Жени не подсматриваешь. Догадался после того, как я уже подсказала, что неправильное слово-отгадка? Жень. Все, Женечка, ты не пишешь, значит, раздолго думаем. Богдан догадался. Итак, ребята, здесь отгадка свеча. Свеча. Богдан без ошибок написал. Молодец. Поэтому четыре фишки Богдану. Жень, ты не получаешь за эту загадку. Присаживайтесь, ребята. Итак, ребята, первое задание сегодняшней финальной игры позади. И сейчас последняя наша встреча с хорошей нашей знакомой из МЧС Марией Александровной, которая, я думаю, за последние несколько дней стала для вас настоящим другом. Она много рассказала о том, как не допустить экстренных ситуаций и как вести себя, если они вдруг случились. Она, между прочим, тоже с большим нетерпением ждет встречи с вами. И уже вышла с нами на связь. Ребята, привет. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами об опасностях, которые могут вас подстерегать в самом любимом месте отдыха во дворе. На детской площадке. Ребята, как вы думаете, какие это неприятности? Что на детской площадке может неприятного вас подстерегать? Какие ситуации? Нужно руку там переломать. Мы лазаем и можем упасть и получить какой-нибудь перелом. Правильно, ребята. Да, правильно. Давайте послушаем дальше. Ребята, играя на детской площадке, всегда помните, даже самые современные игровые комплексы при несоблюдении правил безопасности способны навредить вашему здоровью. Горка может стать опасной, если она не оборудована ограждениями или перилами, тем более, если ребята толкаются на ней или прыгают вниз. На качелях запрещено кататься стоя или сидя спиной, а также делать так называемое солнышко или спрыгивать на землю во время ее раскачивания. Категорически запрещается использовать для игр неисправное игровое оборудование или плохо закрепленное к поверхности, а также просовывать части своего тела в узкие отверстия. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, есть еще одно контрольное испытание на сегодня. Это будут вопросы. Дам вам подсказку, что ответы на эти вопросы вы уже слышали в один из игровых дней. Вопросы будут непростые, но сегодня же финал, зато они стоят очень дорого. Каждый правильный ответ стоит три фишки. Если вдруг вас будет дополнять соперник, то часть этих фишек перейдут в его копилку. И теперь нам с вами осталось только определить, кто начнет первым отвечать на мои вопросы. Желания ни у кого нет? Будем снова жребий тянуть? Ну давайте, жребий снова будем тянуть. Выбирайте. Богдан уже выбрал. Первый выбрал эту. Богдан и начнет. В конце концов, ты же мужчина у нас. Итак, первый вопрос, Богдан, для тебя. Чем опасен открытый люк? Вспоминаем, что говорила Мария Александровна, и максимально полно даем ответ. Потому что если тебя будет дополнять Женя, то часть фишек получит она. Тем, что можно в него провалиться. И если ты в него упадешь, можно обжечь или переломать себе что-нибудь. А еще можно утануть и умереть. Да. А что еще может скапливаться вот в этих люках? Чем они еще опасны? Всякие газы и... Ядовитые, да? Да. И плохой кислород. Вдыхая который можно... Умереть. Задохнуться. Так, хорошо, Богдан, вспомнил ты все. Молодец. Молодец. Держи свои три фишки заслуженные, честно. А второй вопрос, Женечка, для тебя. Что нужно делать, если на тротуаре или дороге разливается большая лужа прямо из-под земли? Сообщите это родителям или МЧС. Да. А по каким номерам телефона можно позвонить в МЧС? Два номера телефона. Сейчас Женечка сама вспомнит. 112 и 101. Молодец, хорошо. А сама можно подходить вот к этому месту? Нет. Ни в коем случае нельзя. Все вспомнила, Женечка. То есть сообщаем взрослых, либо в службу МЧС, ни в коем случае не подходим, а обходим это место? Стороной. Молодец. Ищем другой путь. Хорошо. Запоминайте. Главное, ребята, чтобы вы это на всю жизнь запомнили. Третий вопрос, Богдан. Слушай внимательно, он твой. Что делать, если в квартире прорвал водопровод? Если родители дома, то надо сообщить им. А если никого дома нет, то звонить в МЧС. Так, хорошо. А самому можно попытаться устранить это? Нет. Нельзя. Правильно. Помните, ребята, что самостоятельно устранять нельзя, потому что в случае порыва трубы с горячей водой можно обжечься, получить серьезные ожоги. Итак, Богдан. Заработал, заработал. Не переживай. Боишься, что я тебе не дала. Держи свои три фишечки. И последний вопрос, Жень. Что нельзя делать, играя на детской площадке? Нельзя пролазить через узкие места. Правильно. Части тела свои засовывать в узкие места. Хорошо. Нельзя кататься на качели, если и спрыгивать с ней нельзя. Ты катаешься на качели, и нельзя с нее спрыгивать. Пока не остановилась она, правда, до полной остановки. Хорошо. А еще, что вспоминай, были случаи, Мария Александровна говорила о них. Все детки любят так сильно-сильно раскататься на качели, прямо чуть ли не солнышко сделать. Можно так себе такое удовольствие позволить? Нет. Нельзя, потому что это же не очень-очень опасно. Хорошо, Женечка, молодец. Держи свои три фишечки, умничка. Держи. Клади в копилочку. Ну что ж, ребята, пока мы еще не знаем, кто точно стал победителем в нашей игре, но могу вам сказать одно, что вы, ребята, за эти четыре дня показали свои лучшие качества. Это упорство, трудолюбие, терпение. И хорошую эридицию. Так что, я думаю, всем очень интересно уже узнать, кто наконец стал победителем. Давайте сосчитаем сегодняшние фишки. Богдан, сколько фишек у тебя? Шестнадцать. Так, у Богдана шестнадцать, у Женечки тринадцать. Итак, по итогам четырех игровых дней. На этой неделе в стране безопасности победителем становится Богдан. Первое место у тебя шестьдесят четыре фишки, а почетное второе место в упорной борьбе заняла Женечка ты. У тебя пятьдесят девять фишек. Не намного меньше, чем у Богдана. Ребята, я вас поздравляю с победой, вы большие молодцы. Но главное я хочу вам сказать, что в жизни это безопасность ваша и тех, кто вас окружает. А вы после наших передач о ней, я думаю, будете знать намного больше. Ну, и мне осталось вручить вам подарки, которые вы заработали. Итак, это подарок для Жени. Держи, пожалуйста, поздравляю. А этот для Богдана, нашего победителя. Держи. Ну что ж, ребята, вам я желаю успехов и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»